В поликлинике в Сургуте, Сургутском районе и в Нефтьюганске примут помощь автоволонтеров. Медикам нужен транспорт и не только для доставки лекарств, еще и для того, чтобы приехать к пациенту домой. Их в эту волну коронавируса стало в два раза больше. Чем могут помочь добровольцы? Репортаж Светланы Круковской. Ежедневный контроль по телефону в списках у студентов-медиков сотни фамилий детей. Несовершеннолетние на особом учете, поэтому важно дозвониться до каждого. На эту группу приходится более 35% из числа всех заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю. На каждого человека у нас выдается примерно по 100, и это еще не придет. Ну да, то есть там смотря сколько успеем. Это 100 в день? Ну примерно да, но даже может быть и 200, смотря сколько работаешь. У меня были сегодня случаи, когда я звонила узнавать самочувствие одного ребенка, а родители жаловались на плохое самочувствие второго ребенка. В Югре мобилизуют студентов-медиков и ординаторов для работы в поликлиниках. Ежедневный прирост заболевших стабильно уже неделю свыше тысячи. За медицинской помощью обращаются еще больше людей. Врачи работают в напряженном режиме, поэтому волонтерской помощи рады. Но помимо дополнительных рук на местах в учреждениях, сейчас нужны добровольцы с личным транспортом, чтобы возить ковидные бригады к пациентам. Это действительно острая проблема. Все мы знаем, что в основном медицинская помощь оказывалась пешим ходом, то есть врачи участковые приходили. Сейчас такой возможности нет. И практически 100% вызовов, поступающих к нам в поликлинику, мы вынуждены обслуживать на машинах. Такого количества вызовов врачей на дом в Сургуте еще не было. Число звонков в эту волну в городские поликлиники увеличилось в два раза. А это значит, что и медикам нужно чаще совершать поездки, чтобы успеть день в день прийти на помощь. Если сравнивать с пандемией прошлого года, позапрошлого года, когда на поликлиник приходится около 2000 вызовов в день, то сегодня количество в городе увеличивается до 4000. Понятно, что пешком обойти все участки, пешком дойти до каждого больного, до каждого ребенка, до тех групп, которые наиболее уязвимы сегодня при коронавирусной инфекции. Помощь автоволонтеров нужна медикам в Сургутском районе и в Нефтьюганске. В медучреждениях может не быть своего автотранспорта. Организации работают по аутсорсингу, то есть перевозку медиков осуществляет подрядная организация. Медицинских организаций подменились достаточно финансовых средств, предусмотренных на текущий 2022 год, для того, чтобы на коммерческой основе в том числе привлечь дополнительный автотранспорт для перевозки именно врачей, когда необходимы приемы, для перевозки тех, кто доставляет лекарственные препараты. Но вместе с тем мы абсолютно рады любой помощи волонтеров. Помочь решили и в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Эксперты вышли с просьбами к предприятиям. В Сургуте на призыв откликнулся университет. ВУЗ выделил две машины с водителями первой городской поликлиники. В Сургутском районе оказать помощь врачам вызвались нефтяники, коммунальные компании и администрация. Светлана Круковская, Рашид Латыпов, Вести Югоря, Сургут.